приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова ну что сегодня у нас уже 19 марта вторник 2024 год время летит с неимоверной скоростью наступила весна я закончила свою работу над вот этим комплектом который я назвала о бабушке комплект состоит из ламбрикена в стиле макраме здесь использовался хлопковый шнур который мне присылал на обзор в рамках сотрудничества магазин нить добра и также состоит из ламбрикена пряжа хемпус ламбрикен вязан крючком есть по петельный мастер-класс если вы хотите у вас есть желание и вы хотите связать такую же красоту обращайтесь мне на почту mon69inbox.ru я оставлю свою почту в первом закрепленном комментарии к этому видео также комплект состоит из такой вот занавес очки занавеска размер метр шестьдесят окно у нас метр тридцать тридцать сантиметров я дала на то чтобы это занавес очка красиво приспоривалась можно конечно было бы и больше дать на приспоривание но я решила оставить на метр шестьдесят потом объясню почему потому что это занавеска еще может быть и трансформером может использоваться как подзор на кровать а кровать у нас метр шестьдесят шириной вот то есть надоело занавеска сняли постелили нужное покрывало подходящие или простынь в том и можно использовать вот как подзор все вы знаете как я люблю трансформеры это вот как раз она значит занавес очку я вязала из пряжи хемпус покупала на вальдер из бобинная пряжа 500 метров на 100 грамм крючок использовала clover 125 может быть сейчас не видно но я озвучил что ключикой крючок 125 вес занавески 390 грамм значит ширина 60 то есть 60 на метр шестьдесят и вес 390 грамм ну давайте округлим до 400 вот такая красота получится то есть вам одной бобинки должно хватить на такой вот комплект в бобине 500 грамм вот комплект состоящий из ламбрекена и вот такой занавески чем еще трансформация этой занавески значит здесь использовались вот такие крючки которые я наклеила на двусторонний скотч вот они два крючка значит штанга из карниза для штор который я покупала на озон там еще круглая штанга есть за копейки 418 рублей вот стоил вот этот карниз кто-то мне там писал что мы вешаем на леску гвоздики какие-то петельки нет друзья для меня это неприемлемо это смотрится дешево одним словом дерибас но это как по мне не обижайтесь пожалуйста но занавеска должна как-то шикарно смотреться не на леске и на гвоздиках значит здесь еще я использовала вот такие крючки ведь он какой незаметный для чего для того чтобы можно было эту занавесочку с легкостью вот так повесить на эти крючки и тогда уже смотрится совершенно по-другому можно таким образом затенить солнышко когда светит слишком глаза мы здесь завтракаем обедаем то есть это обеденный стол и уже вот так вот смотрится окошко и здесь есть еще третий уровень там у меня еще вот такие два крючка почему они именно вот здесь они на по краям окна потому что у меня вот этот шкаф он открывается на себя и тогда если крючок был бы вот здесь в начале я не могу открыть шкаф а мне шкаф мне шкаф нужно открывать каждый месяц там у нас газовый счетчик и мне нужно конечно передавать показания вот так что еще есть третий уровень у этой занавески то есть можно повесить вверх еще ее и тогда уже конечно будет смотреться по-другому вот я повесила занавеску на третий уровень конечно ламбрекен здесь лишний его по-хорошему можно снять если в этом случае занавеска висит здесь но я пока снимать не буду но без ламбрекена в этом случае будут смотреться конечно лучше вот и просвечиваться будет по-другому и все будет по-другому все-таки сняла я чтобы вам показать вот это вот раздвинется и будет не сильно присборено и будет смотреться тоже хорошо до конца я не сняла ламбрекен но уже смотрится по-другому вот такой комплект трансформер кроме этого если вообще снять вот эту занавеску шириной метр шестьдесят может использоваться на нашу кровать при соответствующем покрывали будет тоже смотреться замечательно то есть использоваться как подзор друзья несколько отзывов о этой пряжи я не знаю кто-то расценит это недостаток пряжа линяет но как по мне это ну плюс почему потому что после стирки после того как выйдет какое-то количество краски она вода становится такого коричневого цвета занавеска становится светлее для меня вот это вот мне нужно вот этот вот этот тон чтобы она не была вот такой вот темный так скажем для окна все таки но более светло бежевый цвет как по мне лучше вот это единственный недостаток вяжется просто очень четкие петли легко вязать крючок 125 не слишком маленький в общем я бы прикупила еще бы этой пряжи не знаю есть ли она сейчас на вайлперис или нет но пряжа хороша смотрите как еще можно повесить эту занавеску то есть я ее поменяла местами и теперь вот самая красивая часть вот как раз для прохожих по улице пусть оценят моё мастерство то есть что я сделала у меня здесь вот эта ткань надо полом она у меня с лица вот занавеска смотрит сейчас как раз на улицу и тогда немного светлее становится в доме вот в таком варианте все равно видно рисунок все видно но смотрится это немножко по-другому так что вот еще в чем трансформация я начала вязать еще один одну работу это красивейшие квадраты естественно в филейном вязание как вы видите здесь используются несколько видов сетки то есть два вот обычная сеточка и вот такая я уже как-то говорила что я намеренно выбираю узоры где используется вот именно вот эта сеточка комбинируется вот с этой тогда очень красиво смотрится узор вот подошла я к телефону вот этот квадрат потому что в моей работе сейчас мало что там понятно но будет вот такая красота вот он этот квадратик здесь получится два квадрата в общем я так думаю что скотерка или салфетка на вот этот маленький столик где-то будет из четырех квадратов состоять я немножко не рассчитала с размером видите придется делать обвязку но где-то по полтора сантиметра вот здесь мне нужно будет увеличить салфетку но это не беда я почему-то думала что у меня поместится она планы были вязать вот так а в итоге то есть я померила цепочку из петель воздушных вроде то все вот сюда помещалась вот туда вот так вязать а в итоге получилось что квадраты не помещаются слишком много то есть вот запас свисает а мне не нужно чтобы здесь вообще ничего свисала здесь ящик открывается мне нужно было видно чтобы видно были вот эти вот красивые балясины ножки да не получилось все по-другому но в таком случае тогда не хватает длины и я буду это все обвязывать думаю может быть бахрому какую-то придумаю вот как вот здесь вот на вот этой вязаной дорожке но что-то что-то придумаем и тогда будет полностью вязаная кухня с вот с таким красивым комплектом на окне вот с такой вот красивой табуреточкой тоже филейном вязание вот видите здесь тоже сочетание вот этой сетки и обычной и смотрится это намного выразительнее мне не нравятся узоры когда вот только вот такая сеточка применяется поэтому я намерена еще вот сетка чтобы использовалась в двух вариантах в двух в трех в общем чем больше тем лучше здесь также есть вот такая сковородочка который уже невозможно было жарить вот она нашла свое место на на стене значит вот это тоже элемент такой вот салфеточки вот такой красивый натюрморт был куплен в крыму 2009 году в городе судак осталась вот такая память это все выточено и сделано из дерева ну и вязаные часы кстати о часах очень долго я выбирала часовой механизм покупала на вал берез читала отзывы много было отрицательных отзывов у людей очень не идут часы то отстают то спешат мне кажется просто люди неправильно устанавливают стрелки и в этом вся проблема но они не знаю может быть мне просто повезло все идет четко я вообще люблю когда в доме много часов на кухне у нас вот еще одни часы видите время одинаковое показывают причем они двусторонние эти часики мне нравится как они тикают прямо очень нравится вот так что кто-то мне написал у вас дом уже как какой-то музей подделок ну для меня это комплимент может быть кто-то расценит это как какой-то негативный комментарий для меня это комплимент потому что я считаю чем больше в доме вещей сделанных вашими руками тем лучше для вас потому что дом это имеет душу и конечно же он все это чувствует ну и наверное вас охраняет оберегает и помогает вам жить плавно перешли еще к одним поделка это конечно не моя поделка этого дома енка я покупала домой на сундучок там степлер у меня когда оплачиваю коммуналку все под рукой с клубами всякой мелочи это я покупала в москве давным-давно даже не знаю какой-то лохматый 2000 год наверное уже столько лет видите шляпа стала разрушаться но я думаю что это наоборот придает этому старичку какой-то мудрости говорит о том что он очень старый а значит мудрый вот здесь также вот такая коробочка сделана из бочонка из-под краски у они сейчас идет ремонт в доме и много таких починку будет так что у меня есть возможность я уже не сказала не выбрасывает потом сделать таких коробочек для хранения сыпучих и будет будут такие вот поделки еще хочу обратить ваше внимание на вот эту вот баночку которую я тоже облагородила это макраме это вот как раз те шнуры остатки шнуров их много у меня осталось причем там можно выбрать ну такие сантиметров по 60 где-то сюда пошло чтобы сплести вот эти узлы здесь обычные плоские узлы вот джут и вот баночка превратилась в такую вот красивую которую приятно брать в руки там у меня хранится цикорий еще планирую сделать таких несколько баночек чтобы можно было и кофе положить и чай в общем здесь образовался такой уголок это я конфетку положила чтобы задобрить домовел кстати очень вкусно это сейчас тирамиса продается в пятерке чуть-чуть по 34 рубля за 100 грамм акция была очень вкусная свежая и вкусная да по поводу вот этих крючочков друзья это не реклама я вот нашла коробочку хочу вам их показать 10 штук это вот самоклеющиеся крючки 160 рублей покупала на озоне но надо смотреть один раз я заказала на вайберис похожие вот думала такие же хорошо что я открыла но я вообще все открываю проверяю заказы а там вот этот пластик как плееночка тоненький естественного ничего держать не будет он должен быть вот такой миллиметровый ведь он какой плотники здесь снимается лента его можно видите как клеить и на потолок он вращается можно вот так на стену в общем вот такая мелочь а сколько она несет но удобства вот здесь они у меня применяются чтобы менять ракурс до вот этой занавески вот здесь вот у меня висят прихватки раз вот и не надо никаких дырок здесь у меня вот висит кухонный полотенец ну и в ванной вот тоже крючки висят полотенца ну а здесь у нас лежбище котика очень очень любят они этот ковер плед из джута и другой пряжи тоже столько было комментариев зачем вы смесовали да так плохо я просто даже не отвечаю на такие комментарии вяжите как вам нравится я буду вязать как нравится мне еще немножко новостей садово-огородных ответ отцветают гиацинты я их сюда перенесла видите как монка погрызь бедненький вот этот вот цветочек поэтому спасались они здесь но друзья я даже не могу вам передать какой здесь стоит аромат и он стоит здесь с момента их зацветания то есть 9 марта вот здесь даже спать наверное вредно нужно не проснуться очень они пахучий я не ожидала если честно ну а здесь у меня рассада посеяла я перчик и помидорчики а вот это друзья это заварку таким образом из-под чая вот так выкладываю чтобы не сильно сохла земля ну в общем использую как мульчу до насажала много опять говорила не буду но а чем же заниматься тогда летом здесь вот тоже рассада это помидорчики по моему розовые те которые я люблю в общем ждем всходов ну и совсем немножко так скажем покажу вам что творится во дворе в этом году почему-то слезла краска вот прям немножко солнышко выглянет и я все это дело покрашу заказала я вот такое кресло точно такое но только кресло качалку вот 22 числа придет очень мне хотелось и будет такой комплект и звук из двух стульев и такая же кресло качалка мы здесь уже отдыхали я правда не снимала но мы уже жарили шашлык слушали музыку смотрели на вот эти сугробы но несмотря на это здесь было тепло был солнечный день я конечно застилала кресло но в общем хорошо мы так отдохнули как же друзья хорошо с плиточкой какая чистота порядочек комфорт в общем ждем весну более теплую немного покажу вам как это смотрится со стороны улицы там конечно нужно немножко расправить это я так одной рукой как смогла так и повесила но красота красивая на мой взгляд так что обращайтесь по петельный мастер-класс этого узора у меня есть прохожу мимо покажу вам как смотрится вот эта занавесочка 10 балерин со стороны улицы ну а на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео постараюсь оставить схему вот этого красивого филейного квадрата во вкладке в сообщество кого не открываются схемы кто живет в россии вам нужно загрузить vpn и смотреть тогда через него тогда все увидите я вам всем желаю вдохновения неимоверного полета фантазии любите творчество любите свой дом вяжите в удовольствие вяжите как вам нравится я вас всех обнимаю всех люблю до новых встреч с вами была елена ситникова пока пока